На Гомельшине протягивается реализация проекта, инициаторами которого выступили областная прокуратура и областная универсальная библиотека. Его мета – захование памяти об знакомитых земляках. Сегодня тут прошла науково-практичная конференция, просвеченная 100 годью с дня нарожения доктора исторических наук, профессора, академика Иллариона Игнатенко. Лёсом и досягнениями этого человека посекавились наши корреспонденты. Прокуратура Гомельской области – перш за все структура правооховная, але разом с основной задачей тут займаются яше и краезнавчай дейнастю. Особливая увага в ивыченню фактов, які мають дочинение до истории криминалистыки. Тот же знаменитый профессор-юрист Спасович, автор первого учебника уголовного права в Российской империи, был родом с Речицей. Хвойницкий – тоже профессор-криминалист Санкт-Петербургского университета, очень известный человек. Царское время был родом с Гомеля. Инициатива Гомельской прокуратуры на кондзахаванне памяти об знакомитых земляках знайшла подтрымку у супрацовников областной универсальной библиотеки. За два апошня десяти годзі тут створена база дадзінных прадзве с половой тысячи славутостей у Гомельщины и больше, чем 700 яе уродженцев, які шмат зробили для своей родимы. Сьогоднішняя конференция закликана ящераз нагадать об докторе гістарычных навук, профессоре, академіку і лырыйоні Ігнатєнку, який народзівся у 1919 годзі у вёзце з зімамерки Лоевського района. Правда, до того, як стать знакомитым в учёным, ён некалькі послевоєнных годов узначальваў Гомельскую городскую прокуратуру. Сучасний прокурор Гомельской в області Віктор Морозов уважливо выучил особистою справу своёго колеги. Следователями прокуратуры окончено расследованием 290 уголовных дел. 238 милиція заканчивала дел. А сколько тогда, в тот период, было в штате прокуратуры города Гомель? Да не более 5-6 человек. Вот представьте, с какой нагрузкой. А это было конец 40-х годов. Это дела о дезертирстве, дела о бандитизме, дела об убийствах. До речи, у послевоєнный час городская прокуратура знаходілася у будинку, який зараз належить Гомельской епархії. Іларион Ігнатєнка приходзів сюди на протягу амальтрох годов. Але пасля заканчання тагочасного педагогічного інститута вырышу ўсё ж таки заняться навукай. Рабочий стол у отца всегда был в рукопісях, в бумаге, ручка, кыніги. І я могла бы ходить под боком. Он мне пазвалял, када печатались его работы і диссертации, вычитывать і справляць ошибки. Какі мамі? А мамі у мене філолог. Іларион Ігнатєнка займаўся доследванням гісторій лютавськай і Кастрычніцкай революцій. Вывчаў падзеї, зв'язаная з грамадзянськай вайной, замежной інтервенцією у БССР, а так само пытаннямі будавніцтва національній дзержавы. Вывчоный памёр ў 2003-м годзі. Многі беларускі історыкі лішыць яго сваім наставнікам. Наша задача, конечно, подлажати эту роботу. Січас така, возможно, во многом отличается от того времени, када он работав, но вклад он взнёс огромный. Єсь даже мнение, но, как говорится, офіціальне инфляційне... Это та глиба в історичкай науке сьогодні, в беларускій історичкій науке, которая действительно оставила свой огромный вслед і, как говорится, нам ещё надо на нього равняться. Олег Сентюров, Наталя Волынец, Ігор Марышчанка, Телерадоя Кампанія Гомель.